Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно, видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Ага, прекрасно. Ну что ж, коллеги, мы продолжаем с вами наш цикл вебинаров компании Директ Медиа в 2017 году. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И в этом сезоне, как и в прошлом, буду читать достаточно много вебинаров, а еще больше вести и представлять вам наших авторов других вебинаров. Прежде чем перейти к теме нашего вебинара, давайте я вам расскажу про то, что вас ожидает в ближайшем будущем. Сейчас я постараюсь найти ссылочку, которая расскажет вам о наших ближайших вебинарах. Вот эта ссылочка. Одну минутку я сейчас задублирую ее в чат. Вот расписание наших ближайших вебинаров. Так, что-то у меня... Что-то у меня чат не работает. Сейчас, одну минутку. Может быть... Что-то стало с моей клавиатурой. Одну минуточку. Сейчас я постараюсь решить... Решить проблему. Так, это никуда не годится. Только что клавиатура работала и... Почему-то перестала. Ну, ладно, вот так вот. Постараюсь обойтись одной мышкой только. Коллеги, да, вот здесь ссылочка, на которой приведено расписание самых-самых ближайших вебинаров. Я надеюсь, что в ближайшую неделю у нас будет готово уже полностью расписание. Ну, хотя приблизительное расписание на все ближайшие полугодия. В ближайшем полугодии нас ждет примерно такое расписание. Где-то раз в неделю будет проходить вебинар по одному из продуктов компании Direct Media. Как описательные, так и более подробные вебинары. Ну, например, на следующей неделе я буду вести наш традиционный вебинар, посвященный интерфейсу университетской библиотеки онлайн, нашему ведущему продукту. Примерно раз в неделю у нас будет вебинар авторский от Direct Media. Кто-то от нас будет читать вебинары более общего плана, вот как сегодняшний, например. Буду выступать и я, и другие наши сотрудники, и наш руководитель Константин Николаевич Костюк большую программу подготовил. И примерно раз в неделю, раз в две недели будет выступать приглашенный эксперт по широким проблемам контентного строительства, электронных библиотек и вообще IT-тематики, связанные с контентом каким-то образом. Ну что ж, давайте тогда приступим к теме нашего вебинара. Для тех, кто впервые присутствует на моем вебинаре, хочу сказать, что все материалы вебинара доступны для скачивания. Если вы сейчас не видите справа от презентации окошечко с названием «Ресурсы», поступаем следующим образом. Наверху вот примерно, ой, как криво получилось, наверху примерно вот в этом направлении находится ряд кнопочек управления. Среди них есть кнопочка с виду похожая на папочку желтую. Вот нажимая и отжимая эту кнопочку, можно включать и выключать окошечко ресурса. На нем в настоящий момент находится моя презентация и ряд ссылок, о которых я буду рассказывать. Можете их сразу запустить или попозже по ходу действия. Я очень советую скачать, кто хочет получить от моей презентации, еще и учебный эффект, скачать презентацию, потому что в презентации будет достаточно много ссылок. И подробно описать содержание этих ссылок прямо на вебинаре не представляется возможным, а вот почитать их потом для закрепления материала будет очень-очень полезно. Поэтому я вот этот материал предлагаю вам скачать. Ну что ж, давайте тогда пойдем по теме нашего вебинара. Тема у нас такая достаточно с одной стороны абстрактная, а с другой стороны более чем конкретная, потому что от понимания текста как медиа зависит во многом качество наших электронных учебных материалов. Особенно в том случае, когда мы являемся единственным автором, у нас нет хорошей и дружной компании, которая занимается построением электронного учебного контента в ВУЗе или на том предприятии, где мы работаем. Но даже в этом случае полезно понимать некоторые вещи, которые обычно мы упускаем. Вы знаете, первоначально эту тему я готовил на один вебинар. Я в декабре провел этот вебинар. И когда проводил вебинар, понял, что тема гораздо не помещается в один час, она гораздо больше. Вот сейчас я ее расширил на два часа. Возможно, в будущем будет еще больше, потому что материала очень много. Сегодняшняя часть. Вторая часть состоится 27-го, если не изменяет память, января. Я думаю, что в конце вебинара я дам вам ссылочку на вторую часть. А пока хочу рассказать о первой части немножко. Электронная типографика. Нет, давайте я все-таки о типографике поговорю чуть попозже. А пока все-таки продолжим общие всякие вещи. Итак, наша тема, она будет развернута в двух вебинарах. Да, коллеги, вебинар уже начался. Если кому-то не слышно, что ли, да? Да, и еще я видел тут в самом начале вопрос по поводу сертификатов. Я его задал в чате моему коллеге, который занимается сертификатами. Я думаю, что к концу нашего вебинара будет готов ответ по этому поводу. Я просто пока точно не могу вам сказать. Ну что ж, итак, о чем нынешняя тема и почему вообще мы заговорили о тексте? Последнее десятилетие было... Коллеги, поставьте еще раз плюсик в чат, если вы слышите и видите меня хорошо. Да, а то я уже подумал, что я вышел из эфира и меня никому не слышно. Но тогда я продолжаю с вашего позволения. Итак, почему мы вообще к этой теме обратились? Ведь текст это то, с чем мы связаны постоянно. Кто-то из нас пишет учебники, учебные пособия, методички. До этого мы, когда были студентами, писали рефераты, писали... В общем, много писали текстов, оформляли много текстов. Кто-то диссертацию писал. В общем-то, текст для нас это совсем обычная среда. Но дело в том, что в последнее десятилетие произошла такая вещь, которая называется «Революцией медиа», которая перевернула все наше представление о контенте с ног на голову. Мы видим, что сама манера чтения изменилась. Если же говорить о манере чтения наших потенциальных студентов, то есть молодежи, то она вообще изменилась кардинально. Люди не стали читать меньше, но они стали читать совсем по-другому. Они перестали читать длинные тексты. Они перестали читать тексты как единый процесс длинный. Они могут, даже если длинный текст читать, постоянно переходить между разными текстами и переключаясь, читать то одно, то другое, то третье, постоянно наслаивая вот эти смыслы, нанизывая их как шашлык на шомпол. Ну и возросла, многократно возросла роль иных медий, таких как видео, звук. Возросла роль таких концепций, как интерактивность, мультимедийность, да? И текст рискует затеряться вот в этой вот, в этой революции. Получается, что в данный момент на текст происходит, есть два вида взгляда на текст. Первый взгляд это от тех людей, которые эту революцию медиа вроде бы как и не заметили и остаются на прежних позициях о том, что ну вот есть текст, мы с ним работаем, это есть основное, и они не видят новую роль текста в новых медийных условиях. Другие наоборот, настолько прониклись вот этой вот идеей медийной революции, что перестали на текст обращать должное внимание. То есть считают его таким медиа, которое устарело и от которого надо поскорее переходить к иным медийным материалам, например, в учебном процессе, к учебному видео, подкастам, ну и так далее. И при этом они совершенно не понимают, что текст, он совсем не устарел, а он тоже стал новым медиа, и вот в этой медиа-революции он играет ключевую роль, такую же, как все остальные медиа, но эта роль, она немножко иная, нежели мы привыкли раньше, когда кроме текста ничего не было. Коллеги, я прошу, ответьте, пожалуйста, Наталье через час, через час, потому что я просто сейчас не могу, у меня почему-то заблокировал клавиатуру, а я тогда продолжу. Итак, о чем эта тема? О том, как использовать текст обучения по-новому, уйдя от скучных курсов инструкции. Другими словами, как использовать текст в медийных учебных материалах. Как структурировать учебный текст, чтобы он мотивировал к учебе, а не убивал желания учиться. Структура эта супер важно, когда мы уходим от длинного прямого текста, у нас возникает вопрос. Хорошо, если не длинный прямой текст, то что? Какая структура? Какие кусочки? Какие виды вот этого текста возникают? Как с ними работать? Как работать со смыслами внутри вот этих новых структур? И так далее. Потому что вопрос, как правило, остается открытым, и от его решения очень многое зависит. Следующий вопрос по поводу оформления текста. Как раз то, о чем мы сегодня будем говорить. И этот вопрос на самом деле супер важный. Я вот его вынес в отдельный вебинар, поскольку именно этому вопросу, как правило, и не уделяется должного внимания со стороны авторов. Еще как-то где-то этот вопрос решается, когда профессионалы начинают заниматься разработкой электронного учебного контента. Кто-то в команде обычно имеет представление об оформлении текста. Но и то очень много нарушается, и отнюдь не всегда результат хороший. Ну и в продолжение, как раз это вот наша сегодняшняя тема, что такое электронная типографика, как ее использовать в своих интересах. Продолжая свою мысль по поводу того, что даже в профессиональных командах требования типографики, как правило, нормально не соблюдаются. Ну вот пример, который я хочу провести. Примерно три года назад я проводил аудит электронного учебного контента в одной из крупнейших компаний российских, не буду ее называть, потому что у меня есть соответствующие обязательства к этой компании. Ну, можно сказать, что крупнейшая компания в России. Так вот, два из трех курсов, которые были помещены в их систему дистанционного обучения, к ним имелись претензии в той или иной степени имелись претензии по электронной типографике. Иногда претензии носили такой характер, ну, не очень серьезный, но в некоторых курсах, причем это были все профессиональные курсы, да, в некоторых, которыми занимались профессиональные команды разработчиков, в некоторых курсах положение дел было, ну, просто ужасающим. Так что не надо думать, что это удел только авторов, которые не могут сами справиться с текстом. Ну, и следующие вопросы, это все эти вопросы мы рассмотрим на следующем нашем вебинаре. Как интегрировать текст с другими медиа? Какие дополнительные учебные смыслы можно передать через форму текста, а не через его содержание? Ну, и какова роль текста в современном контентном строительстве? И, опять же, речь идет прежде всего об учебном контенте. Я вам хочу сказать, что вопросы, которые мы здесь рассматриваем, они, конечно, гораздо шире учебного контента, они охватывают весь контент целиком, но для нас, для тех, кто занимается разработкой именно учебного контента, они играют своими гранями, да. Если речь идет просто об электронной журналистике, то там речь идет о привлечении читателей, о мотивации читателей и так далее. У нас же речь идет о привлечении мотивации и методической составляющей, да, по отношению к нашим студентам и слушателям. Тут вот возникают дополнительные моменты, то есть мало того, что мы должны удержать наших слушателей, мотивировать их и так далее. Мы должны еще понять, как форма нашего контента учебного влияет на усваиваемость материала, да. В этом есть некоторый нюанс. Итак, переходим к нашему вопросу типографики. Ну, прежде хотел бы показать вот этот всем знакомый экран из фильма «Матрица». Зачем я этот экран показываю? Для передачи своей мысли о том, что текст важен и супер важен даже в электронном, в современных электронных медиа. Вот посмотрите, в качестве метафоры авторы фильма использовали символы языка. То есть вот даже в том будущем, которое целиком электронное, целиком медийное, да, фантастическое будущее, люди проиллюстрировали цифровую матрицу, в которой оказались герои в виде падающего текста, падающих символов, да. Вот настолько сильно все-таки текст у нас связан с представлением о контенте, с представлением даже о цифровом контенте. Итак, вот наша сегодняшняя наша тема. И давайте сразу по ней пойдем дальше. Поговорим по поводу типографики. Что такое типографика? Вот я тут привел две цитаты из работы, ссылку на которую я вам сейчас приведу. Давайте я сделаю то, что обычно не делаю, потому что это именно цитаты, и их надо воспроизвести точно. Да, я прочитаю с экрана. Вообще, никому не советую это делать на своих вебинарах и вообще по ходу презентации. Ну, давайте просто послушайте, не читайте, пока я буду вам читать. Итак, что такое типографика? Типографика – это такой модный термин, под которым подразумеваются способы красивого визуального отображения слов. Хорошая типографика удерживает внимание учащегося и подталкивает его к прочтению всего этого крутого контента. Плохая же типографика вдруг напоминает учащемуся, что он забыл проверить новости на Facebook или на другом сайте, и что это нужно сделать прямо сейчас. Ну и второй такой тезис – это то, что хорошая типографика незаметна, а плохая типографика повсюду. Это, конечно, не определение, это просто такие вот выдающиеся цитаты. Смысл их в том, что типографика не носит, особенно у нас в сфере обучения, не носит украшательской функции, не имеет украшательской функции. Ее функция, наоборот, быть незаметной и удобной, как всякий интерфейсный дизайн, она должна быть незаметной. То есть наша цель сделать, чтобы проникновение нашего учащегося в смысл того, что вы хотите изложить, проходило бы при минимальных затратах дополнительных, чтобы он не видел, что написано, а видел бы, ну как бы проникал сразу в смысл. Это очень трудно, несмотря на то, что все ваши учащиеся и студенты – люди, давно обученные чтению. Если вы не обращаете внимания на типографику, то вы заставляете их спотыкаться либо после каждого предложения, либо иногда даже после каждого слова. Им неудобно читать, и они видят текст, они видят смысл того, что вы пишете. Вот это и плохо. А надо сделать так, чтобы текст был не виден вообще, а был только тот смысл, который вы хотите передать. Ну и иногда вместе с этим смыслом можно передать какую-то дополнительную, дополнительную месседж, которая передается в частности в выборе шрифтов, в выборе шрифтовых пар, ну и во всем другом, в интерлиниаже и других вещах. Вот мы сейчас немножечко поговорим о этих вот вещах, потому что, конечно, вся типографика – это целая наука. Да, ну и давайте все-таки попытаемся дать не такие вот броские определения, а что-то более такое приземленное. Что же такое типографика? Типографика – это такая очень пограничная область между языком, между языковыми правилами, то есть правилами русского языка, которые прописаны, ну в данном случае русского языка, если мы с ним работаем, которые прописаны в соответствующих справочниках, справочниках корректора, редактора, и чисто верстальными техническими моментами, которые должен знать уже специалист соответствующего профиля, верстальщик. Так вот, эта пограничная область, она важна как для автора, то есть именно автор должен знать, как это делать, потому что не всегда на последующих, потому что корректор это знать не обязан, он работает только с языком, редактор это знать тоже не обязан, он работает только со стилем вашего текста, а тот верстальщик, в данном случае я имею ввиду веб-верстальщик, если бы это был верстальщик, который верстает книгу, они как правило еще более-менее знают типографику, а вот веб-верстальщики, они не очень хорошо владеют типографикой, и поэтому мы видим огромное количество сайтов сверстанных как попало. Как правило, веб-верстальщики считают, что их дело это знать HTML, а все остальное там как-нибудь сложится. Ну и соответственно, дизайнеры тоже, как правило, не уделяют этому вопросу большое внимание, они считают, что вот весь наш сайт состоит из цветовых пятен, и вот правильно расставить эти цветовые пятна, это и есть их задача. Так вот, именно поэтому лучше всего это представление о типографике дать самому автору, чтобы он был точно так же, как он заставляет себя быть быть грамотным и писать на языке, на котором он пишет, грамотно, точно так же соблюдать и грамотность в типографике. Что вот, я уже на предыдущем кадре это сказал, еще раз здесь повторюсь, что мы сейчас говорим не просто о форме, как об украшательстве, да, через форму текста автор, то есть вы передаете важное сообщение читателю. От этого сообщения зависит восприятие учебного материала. И вот этот месседж, который вы посылаете, он очень важен. Если вы полностью соблюдаете типографику, вы правильно подобрали все параметры типографики, учащийся, который уже привык к хорошему стилю, он этот стиль много где видел на хороших новостейных сайтах, там еще где-то там, он сразу видит, что его уважают, что ему хотят облегчить его учебу, да, никто не заставляет его ломать глаз, а он может заняться непосредственно усвоением материала и его смыслов. Вот давайте, вот сейчас я вам дам эту ссылочку. Так, эта ссылочка, для этого мне надо открыть в другом окошечке презентацию, одну минутку. Ссылочка очень хорошая, и часть материала сегодняшнего, именно отсюда и взята. Сейчас, одну минутку. Чем это, этот текст хорош, он, этот текст примерно на час времени, из четырех частей стоит, он полностью есть, это перевод английского оригинала, называется «Как нам улучшить электронное обучение при помощи типографики». Текст этот почитать надо хотя бы только потому, что это, ну вот, в моем поле зрения единственный текст, который совмещает в себе и вопросы типографики, и вопросы электронного обучения. То есть, вот тут вот два этих аспекта даны в тексте одновременно, да, потому что текстов просто по типографике достаточно много. Они тоже полезны, но вот этот текст, он особенный все-таки, и я вам предлагаю его почитать. Очень полезный, чрезвычайно полезный текст для вот наших с вами авторских целей. Давайте теперь кратко рассмотрим разные аспекты типографики. Самый первый аспект это выбор шрифта, и давайте познакомимся с тем, что называется гарнитура шрифта. На самом деле гарнитура это то, что мы обычно и называем шрифтом, то есть внешний вид прорисованных буквочек самого шрифта. Шрифтом же традиционно называется сочетание гарнитуры и некоторых других параметров, таких как насыщенная шрифта, о которой мы чуть-чуть попозже поговорим. На самом деле гарнитура шрифта, шрифт это очень сложная конструкция, которая включает в себя не только собственно прорисованные изображения каждой буквы и каждого символа необходимого вам, но и примерно с полтора десятка параметров, которые числовых параметров, которые должны соблюдаться. Ну, какие это параметры, это, например, ширина стандартной буквы или размеры очка, так называемые, соотношение между заглавной буквой и строчной буквой, ширина конкретного символа, смещение символа относительно центральной части, смещение вниз, смещение вверх, специальный набор кернинговых пар, это, то есть, те пары букв или символов, которые при сочетании друг с другом имеют нестандартное сочетание расстояния между ними и многое, многое другое. То есть, на самом деле, шрифт это один из самых сложных элементов элементов дизайна и в дизайне шрифтовой дизайн является высшей лигой, в которой работают самые квалифицированные дизайнеры. Итак, первое, что нам надо подумать о выборе шрифта, который мы пишем. Чуть попозже мы перейдем к этому вопросу подробно. Как правило, у нас не такой уж большой выбор, особенно в русских шрифтах и особенно в интернете. Поэтому речь идет о нескольких десятках вариантов. Эти варианты предопределяются той системой, в которой мы помещаем наш материал. если это более-менее продвинутая не буду называть слово верстальная продвинутая система для компоновки контента, такая, например, как сервис тильда, который я очень люблю и все свои электронные курсы делаю именно в этом конструкторе контента, то там хороший набор достаточно подобного выбора. Если это что-то попроще, там может быть вариант из одного-двух шрифтов и все. У любого, по крайней мере, популярного шрифта... Да, ну и еще последнее, что я хотел бы сказать по поводу гарнитуры. Три больших класса шрифтов, которые используются могут нами использоваться, составляют шрифты рубленные, антиквы или шрифты с засечками и акцидентные шрифты. Акцидентные шрифты это шрифты для заголовков, шрифты плакатные, шрифты, условно говоря, с красивостями дополнительными, которые мешают нам читать, но помогают передать какой-то неповторимый колорит чего-либо. Эти шрифты подходят для некоторых заголовков, но, как правило, нам они не нужны. Для нас они вредные, потому что это шрифты рекламные, шрифты те, которые должны появляться на пастерах каких-то, но только не у нас. Если мы, конечно, не изучаем шрифтовой дизайн, нас больше интересуют стандартные и более-менее строгие шрифты рубленные и засечками. Вот о рубленных и шрифтах с засечками чуть попозже поговорим, как изменился подход к ним в электронной типографике, особенно в последнее время. А пока поговорим о другой важной особенности шрифтов, то, что почти каждая гарнитура шрифта имеет насыщенность. Ну, тут надо различать насыщенность, которая автоматически присваивается шрифту и когда есть отдельные шрифты с разной насыщенностью. Ладно, не буду вас в эту сложность особо посвящать, но вот будем считать, что для каждого шрифта шрифтовой дизайнер сделал вот семь видов шрифта. Это типовые семь видов ультралайт, лайт, регуляр, медиум или средний шрифт, который самый употребимый. Дальше деми это чуть-чуть жирноватый такой, болт то, что в русском языке называется полужирный и хэви это то, что в русском языке называется жирный. На самом деле, для нас главное значение имеет шрифт медиум, болт и лайт. Остальные шрифты являются дополнительными. Во-первых, они не всегда присутствуют в наборе шрифтов, которые вам доступны. Во-вторых, не всегда они вообще нужны. Достаточно, как правило, вот этих двух. То есть, смотрите, у нас есть некий набор гарнитур, а теперь еще у каждой гарнитуры есть вот такая вот жирность. Как же в этом ориентироваться и как выбирать шрифты для нас? К счастью, есть такое понятие, как шрифтовые пары, в которых прописывается, какие шрифты с какими сочетаются и какие при этом жирности надо выбирать. В частности, такое понятие, правда, такие понятия не всегда присутствуют в стандартных средствах компоновки контента в SDO, но в продвинутых конфигураторах контента, таких как тильда, это есть и это огромный плюс, когда вам не надо задумываться о конкретной настройке шрифта для каждого элемента вашего текста, вам предлагается для всей темы вашей настроить одну пару шрифтов и именно эту пару шрифтов использовать. Но почему речь идет именно о паре? Как правило, считается, что на одной странице не должно использоваться больше двух-трех видов гарнитур шрифтов. Все остальное отвлекает и является избыточным. пара шрифтов как правило это заголовочный шрифт и шрифт для основного текста. Так какие вот пары есть? Я вот следующий материал взял из блога тильды и у них есть вот такие рекомендации. первая настройка она вот такая это полужирный заголовок и нормальный текст. Чем хороша эта настройка она подходит для большинства случаев является абсолютно нейтральной. Следующая настройка это жирный заголовок и нормальный текст. тоже достаточно устойчивое сочетание рекомендуется когда вы хотите подчеркнуть что ваш проект это драйв и энергия. Ну в случае с учебными материалами вопрос в том что когда это это введение например да это какие-то материалы связанные с когда надо немножечко учащегося взять в руки вот так вот что вот сейчас ты не просто сидишь и усваиваешь а есть какой-то такой момент который надо почитать с большим драйвом немножечко ну вот здесь приводятся рекомендации они конечно рекомендации не для учебного контента но вот по примеру смотрите это сайты баров каворкингов анонс концерта спортивные соревнования промо страницы тура и так далее следующее сочетание жирный заголовок и тонкий текст это очень аккуратно надо использовать уместно в случае когда нужно сочетать и драйв и стиль то есть это какое-то с одной стороны такое драйвовое настроение а с другой стороны стильность то есть нечто такое гуманитарное утонченное и так далее ну и следующее последнее сочетание четвертое это тонкий заголовок и тонкий текст это когда эстетика и стиль может быть даже без драйва то есть такое вот искусствоведение например вопрос все что связано с дизайном вот вот такие вот тексты можно себе позволить верстать вот в таком сочетании заголовков и самих текстов полностью я вам рекомендую прочитать не буду дублировать в чат потому что это занимает определенное место и сейчас вас будет отвлекать почитайте потом вот эту статью где полностью приводится вот это вот рассказ про вот эти вот сочетания шрифтов и используйте их ну а теперь давайте поговорим о гарнитурах вот в этой презентации использовал шрифт Arial это шрифт производный от знаменитой гильветики появившийся в 50-е годы или в конце 40-х не помню почему он здесь использован вот в вебинаре да все очень просто потому что шрифты без засечек рубленые так называемые шрифты они приобретают гораздо большее значение именно в электронной типографике сейчас я вам это немножко продемонстрирую на примере изменения логотипов известных компаний ну вот например компания google ее предыдущий логотип и сегодняшний логотип предыдущий логотип соцсети google plus и нынешний логотип давайте посмотрим откатимся немножко назад это вот предыдущий и сегодняшний а что было вообще 97 год шрифт красивый с засечками антиква с тенечком да еще и трехмерный 99 год шрифт стал более изящным и тонким тенечек тень стала менее заметной трехмерное изображение осталось 10 год тень пропала осталась только трехмерность в шрифте 13 год трехмерность в шрифте вот эти вот нюансы самих буквок они пропали остался плоский плоский логотип но засечки остались да засечки что такое это вот эти вот штучки да вот эти вот вот эти ну и 15 год очень простой квадратно гнездовой такой вот шрифт я бы даже сказал дубовый на самом деле не дубовый а это тот шрифт который вот именно сейчас является актуальным посмотрим по другим видам логотипов вот Microsoft 79 года 81 86 вот здесь уже Microsoft отказалась вот уже здесь где-то отказалась от шрифтов с засечками но он еще наклонный такой вот какой-то с красивостями да и вот шрифт который использует Microsoft начиная с 2012 года ну и вот Lenovo да предыдущие и последующие и современные шрифты здесь даже используя рубленый шрифт до того но контрастный вот видите вот здесь вот есть так называемый контраст в шрифте вот в виде такое уменьшение уменьшение ширины шрифта и так далее вот вот здесь вот он да все от этого отказались и шрифт стал вот такой вот тоже дубовый просто это это не просто так и вот тут конечно сразу вопрос это влияние моды или современный дизайн это и влияние моды конечно но эта мода не просто так появилась это и современный дизайн это и необходимость необходимость связанная со многими вещами ну во первых это необходимость связанная с тем чтобы все хорошо смотрелось как на больших мониторах так и на экранах гаджетов во вторых это просто влияние эпохи когда мы живем в эпоху плоского дизайна контрастного дизайна и простого дизайна вот и это сказалось и на шрифтах что мы для себя должны понять про это про себя мы должны понять следующее то что чем проще шрифт мы используем тем лучше и когда мы выбираем шрифтовую пару то разумно нам использовать шрифт без засечек как в заголовке так и в как основной шрифт несмотря на то что изначально шрифты с засечками были придуманы именно для улучшения читабельности но читабельности связанной с бумагой то есть шрифт тайм это первый шрифт с засечками который придумала газета таймс не тайм а таймс конечно газета таймс если не изменяет памяти в 18 веке этот шрифт позволял хорошо держать строчку за счет засечек и считалось что он гораздо лучше позволяет читать он более читабельный но в электронной типографике все совсем не так в электронной типографике рубленные шрифты они несмотря как раз на то что мониторы стали лучше и вот эти засечки стали хорошо видны в отличие от первых наших мониторов если кто-то начинал работать мониторы цга там или вга на которых разрешение было там в 3-5 раз хуже чем в современных мониторах и эти засечки просто не были видны вот и интересно вот момент заключается в том интересное что вот теперь наконец когда мониторы отличные и эти засечки видны они потеряли актуальность итак мой вам совет использовать и в качестве заголовочного шрифта и в качестве шрифта для чтения шрифты без засечек это могут быть шрифты разных гарнитур но важно чтобы они были без засечек ну и в заключении вопроса о шрифтах я вам предлагаю сразу после вебинара пока вы еще не остыли от этой темы посмотреть замечательный фильм посвященный легендарному шрифту гильветика вот пока его еще не убрали с ютуба потому что там постоянно какая-то борьба вокруг авторских прав я этот фильм скачал он у меня на медиаплеере хранится я его постоянно пересматриваю этот большой длинный документальный фильм почти полтора часа представляете полтора часа об одном шрифте вот об его истории и возможно вы вот вопросами шрифтового строительства они вас заинтересуют несколько больше чем это обычно наблюдается среди нас среди авторов электронных курсов пойдем дальше шрифты это важно но не только шрифты так при подготовке одной и той же по основному содержанию бумажной электронной книги возможно ли существенное расхождение оформления да разумеется возможно мы сейчас не берем случай когда под электронной книгой поднимается просто PDF версия вашей верстанной книги конечно никто не будет верстать повторно вашу книгу в другом дизайне для ради PDF файла который будет распространяться в электронном виде хотя может быть стоило бы да на самом деле а вот если вы ваш материал оформляете как сугубо электронный то есть это электронный курс например или просто какой-то кусочек электронного учебного контента на сайте на вашем сайте на сайте вуза вот так да вот это 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 очень сильно влияет хотя на самом деле я считаю что оформлять даже PDF в другом стиле для электронного чтения это разумный разумная идея итак поговорили о шрифтах это это очень важно но есть более приземленные вещи которые наш глаз не радуют и это работа с символами работа с элементами верстки которые как правило нарушаются если профессиональные верстальщики книжные еще более менее это знают повторюсь те кто верстает вебе как правило на это обращают минимальное внимание а очень жаль вот вот смотрите я здесь привел фразу в этой фразе 5 или 6 типографических ошибок что это за ошибки ну давайте вот кто-нибудь может в чат написать какие вы видите здесь ошибочки ага правильно еще да совершенно верно совершенно верно итак вот давайте пометим те ошибки которые здесь есть типографические первое это использование вместо кавычек вместо парных кавычек когда открывающие и закрывающие кавычка разные символы использование вот этого уродливого знака который пришел нам из из пишущей машинки да который ну в общем даже даже не дюйм а вот что-то такая двойная какая-то кавычка да ну вот хочу сказать что шрифт с засечками почему я все-таки его здесь применил потому что на нем это сильнее видно вот эти вот ошибочки ну в частности вот эта вот ошибка который упомянули в самом начале использование буквы х или буквы х вместо значка крестика да следующая ошибка использование дефиса вместо длинного тире следующая ошибка использование дефиса вместо короткого тире ну вот вроде все да ну еще мы не знаем как здесь расставлены пробелы нераздельные об этом чуть попозже а вот как надо да опять же я оставил исключительно для того чтобы здесь было видно шрифт с засечками потому что здесь гораздо лучше видно итак изменены кавычки кавычки стали елочками это наша русская традиция кавычки елочками в английском языке немножко по другому мы использовали наш русский длинный дефис длинная длинная тире русская вот здесь вот в соответствии с современной типографикой мы поставили короткое тире ну и здесь мы наконец поставили крестик вместо вместо буквы х кавычки неравноценно я не понимаю что такое равноценность если вы поясните я вот тут пошли разночтения сейчас мы об этом поговорим когда будем касаться тире мы все-таки говорим об электронной типографике тут есть некоторые нюансы и так и так вот это мой тезис который я он немножко спекулятивный потому что на самом деле АБ анализ я не проводил но это мое ощущение по так как я постоянно создаю какие-то лендинги для электронных курсов и сам являюсь потенциальным покупателем вот мое такое ощущение что использование лапок кавычек вместо елочек и дефисов вместо тире в названии курса снижает количество если это промо страничка курса снижает количество лидов примерно на треть ну лид это тех людей которые первоначально заинтересовались вашим курсом и являются потенциальными покупателями его и примерно настолько же снижается та справедливая цена о которой о которой ваши потенциальные слушатели у себя помечают то есть если вы видите что курс там например курс по экселю или какой-нибудь крутой курс бизнес курс а вас прямо вот на промо страничке почуют вот несоблюдением правил тире и кавычек то вы понимаете что курс наверное не столь хорош потому что уже с самого начала в нем видны какие-то небрежности это тот случай когда несоблюдение типографики может просто вас ударить по карману то есть не потратив лишних 10 10 минут вы можете потерять очень много и конкретно в экономическом смысле ну и вот давайте разберем по отдельности вот основные моменты типографики это использование кавычек в русском языке используются два вида кавычек это кавычки елочки так называемые ой сейчас сотру и вот такие вот двойные кавычки это парные кавычки обращаю ваше внимание что они неравноценны это разные символы как правило если вы работаете в варде вот это вот замена кавычек на парные осуществляется автоматически то есть вы набираете один и тот же символ но word такой умный что он сам понимает и заменяет в начале слова ставит один символ а в конце другой символ второй вид кавычек как правило применяется либо в курсиве либо когда вы хотите сделать цитату в цитате или цитату в названии или название в названии то есть внутри одних кавычек поместить вторые кавычки то есть это не такой не такой уж частый случай но иногда приходится его тоже как-то использовать да а вот первый случай это абсолютный случай если вы его не используете если мы вместо этого используете вот это то это ужасно этого делать не надо где можно подробнее об этом почитать у Артемия Лебедева есть такая каводство ру так называемое да от слова руководство краткие советы по электронной типографике по верстке по языку на веб сайтах и вот почитайте вот тут ссылочка на конкретную статью про кавычки следующий момент это самый сложный момент это использование специально в кавычках взял черточек да потому что много разных черточек используется вообще в продвинутых шрифтах примерно 6 или 7 видов черточек но основных из них 4 это дефис минус короткое тире и длинное тире тут очень много вот уже пошли разногласия что где использовать лучше я вижу вот по чату на самом деле конечно в настоящее время русская типографика находится электронная по этому поводу в некотором этапе перехода дело в том что например короткое тире это европейское и английское тире скорее длинное тире это тире которое типично для русской типографики ну а различия между минусом и дефисом они не во всех шрифтах они присутствуют но они существенные во первых минус немножко длиннее и во вторых он располагается чуть-чуть выше если дефис располагается примерно по центру строчных букв то минус располагается примерно по центру цифр а цифры они по высоте равны заглавным буквам вот в этом основное различие и тут важно не путать не использовать в тексте минус а в арифметических примерах дефис когда используется дефис дефис используется внутри сложных слов и никогда не отбивается с двух сторон пробелами то есть если вы используете дефис обязательно с двух сторон должны стоять буквы ну или хотя бы с одной стороны когда это например прерванное какое-то слово например аудио дефис и видео информация вот в таком виде единственное он без с пробелами применяется с одним пробелом с правой стороны применяется во всех остальных случаях дефис применяется всегда без пробелов то есть он всегда связывает символы и буквы тире длинное тире напротив абсолютно всегда со всех сторон отбивается пробелами вот это главное правило если вы его запомните то все остальное оно уже приложится ну и такое более сложное правило когда применять длинное тире когда короткое тире в традиционной типографике русской нет короткого тире но современные современные правила верстки они меняются в сторону использования короткого тире короткое тире удобно оно больше соответствует современному стилю и оно все больше проникает в наши тексты ну русский язык пока видимо не готов вообще это не правило языка да если вы обратитесь с этими вопросами к к сайту русский язык да то вам ответят это не наше дело правила типографики они особыми законами регулируются ну за исключением того где использовать дефис а где тире это вот правило языка то есть нельзя ставить дефис там где ставится тире это уже вам корректор исправит если вы ему отдали текст так вот разница между коротким и длинным тире короткие тире как правило применяются в обозначениях диапазонов и в некоторых других частных случаев я вот сейчас не буду обо всех этих случаях говорить имеются противоположные коллеги сейчас лучше стало или нет я боюсь что это скорее вопрос не не со звуком а с каналом иногда бывает загружен сервер вебинарный сервер происходит вот такие вот вещи и так значит вот использование вот этих вот черточек это один из самых сложных моментов типографики иногда достаточно знать где ставить дефис где ставить тире а различие между коротким и длинным тире это уже некоторые нюансы вот например русская википедия она использует только длинное тире это смотрится даже в промежутках и это выглядит немножко архаично ну вот хорошо что мы это сделали что перегрузились выглядит несколько архаично про промежутки еще можно сказать что именно в промежутках числовых короткое тире не отбивается пробелами остальное пожалуйста почитайте вопросы вопрос такой тонкий там очень много разных вариантов есть например такие диапазоны которые с одной стороны буквенные а с другой числовые например вторая половина тринадцатого века первая половина четырнадцатого века да вот в этом случае тире короткая а все равно отбивается с двух сторон дефисами потому что не числа там стоят в общем это обязательно почитайте это моменты такие важные дальше соблюдение спецсимволов не заменяйте спецсимволы на их суррогаты например не не пишите вместо знака копирайта три три знака знак c буква и вокруг скобочки это смотрится очень неряшливо для каждого из нормальных символов есть свой знак как правило вы можете найти если работаете в варде можете найти в спецсимволах варда если нет то в юникоде что по этому поводу почитать во первых вообще все существующие в шрифтах символы вы можете найти вот здесь есть такой официальный сайт стандарта юникод в котором прописаны все абсолютно все символы которые можно найти в шрифтах это не значит что все эти символы в том числе в шрифте которые вы используете будут реализованы но других символов точно не будет вот и там вы можете найти официальный код символа который вы хотите себе вставить ну правда не надо этим особо злоупотреблять если уж какой-то особо такой странный символ вставляете велика вероятность что в вашем шрифте его не будет либо он будет в вашем шрифте а у кого-то на странице он не откроется потому что у него этот шрифт был заменен на какой-то другой ну и два тоже две ссылочки это опять же ссылочка на соответствующую статью в руководстве лебедева и ссылочка на чебыкина суррогаты не пройдут вот там про эти спецсимволы написано ну и наконец вопрос неразрывных пробелов вот здесь они обозначены давайте галочку поставлю где они это я скриншот из варда взял в варде они вот так вот обозначается если включить отображение спецсимволов что такое неразрывный пробел неразрывный пробел это когда в этом месте не может быть переноса на следующую строку самый важный случай который вам надо запомнить это ну собственно вот все три вот этих случая здесь представлены первое когда вы отбиваете длинное тире пробелами первый пробел должен быть неразрывным это означает что тире не должна начинаться новая строка второй очень распространенные случаи это между инициалами и фамилией третий распространенный случай это между цифрами и обозначением единиц измерения есть еще ряд случаев вот эти вот основные и их хорошо знать на варде этот символ легко набирается при помощи ctrl shift пробел то есть когда вы нажимаете пробел если вы нажимаете одновременно ctrl shift то вместо обычного пробела возникает вот вот такой вот неразрывный пробел соответственно когда вы этот текст потом помещаете в интернет привезки в этих местах не происходит интернет этот символ понимает html этот символ понимает и в этот браузер не производит смену строки в этих местах это тоже очень важно потому что когда очень неряшливо смотрится когда вот 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 в этих местах происходят переносы ну и последний случай он такой скорее анекдотический но тоже очень сказывается на понимание вашего текста вообще про по поводу использования буквы йо вообще говоря это команда команда неразрывного пробела в варде это ctrl shift одновременное нажатие ctrl shift и пробела между инициалами вот не хотел я это про это говорить давайте вернемся между инициалами и фамилии пробел строго строго обязателен немножко спорный случай по поводу пробела между инициалами такие строгие верстальщики пробел между инициалами ставят и он тоже обязан быть нераздельным неразрывным пробелом при не строгом дизайне можно вообще не ставить там пробела например там а точка с точка неразрывный пробел пушкин но тут есть вот такая интересная вещь в традиционной вот когда верстали текст еще без электронных при помощи набора шрифтового набора механического там были такие вот интересные вещи было понятие четверного половинного пробела и четвертичного пробела и в частности между фамилии и инициалами ставился половинный пробел а между инициалами ставился четвертичный То есть это был вид неразрывного пробела, но по размеру он был либо половинный, либо четвертушку пробела занимал. У нас в электронной типографике такого нет, поэтому я предлагаю вот такой простой вариант. Между инициалами не ставить вообще пробела, а между фамилией и инициалами ставить пробел обязательно неразрывный. Это такой палеотив на самом деле, потому что, конечно, половинные пробелы были бы очень хороши в данном случае. Использование буквы ЙО. Как правило, в русском языке очень простое правило. Буква ЙО нигде не используется, за исключением случаев, когда ее отсутствие изменяет смысл. То есть не позволяет правильно прочесть слово. Я бы расширил употребление буквы ЙО. Тексты ЙО, на мой взгляд, выглядят более аккуратно. Но вот случаи, когда абсолютно точно надо использовать. Вот пример, сфотографированный мной на выставке. Поднимаю глаза и вижу написано Королевский колледж космического машиностроения. Просто ужасно. Что за Королевский? Из Англии они, что ли, приехали? Из Великобритании? Нет, это Королевский колледж космического машиностроения. Второй типичный случай, который показывает, что ЙО необходимо. Была такая вот... Ряд немецких, например, фамилий содержит букву ЙО, а мы об этом не знаем. В результате современное поколение людей, которые рассматривают вот эти картинки популярные в начале 20 века, считают, что фамилия художницы Елизавета Бем. На самом деле ее фамилия Елизавета Бем. Если мы не ставим букву ЙО, то мы это не знаем. Об этом никогда не знаем, и наши студенты никогда не узнают правильное написание фамилии. Да, 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 да. Татьяна Викторовна, совершенно точно. Я знаю, что правильно ставить пробелы. Но когда я говорю об электронной типографике, у меня внутри все возражает против того, чтобы между инициалами ставить пробелы. Это не совсем красиво выглядит. Вот. К тому же это ведет и к дополнительным проблемам, связанным с переносами, да. Связанным с тем, что когда у нас и между инициалами стоит неразрывный пробел, и между инициалами и фамилией стоит неразрывный пробел, то получается слишком длинная конструкция, которую нельзя переносить, и в результате происходят либо жидкие строки, либо большие пробелы с той или иной стороны строки. Итак, мой совет вам использовать буковку ЙО. Но это только совет, это не строгое правило типографики. Ну вот, вообще вокруг буквы ЙО в русском языке огромная борьба развязана, да. Есть люди, которые считают, что ее вообще надо исключить из алфавита. Есть люди, которые считают, что ее употребление является строго необходимым. И вот даже вот в Википедии есть такие шильдики у каждого участника, который помечает имя, свое отношение к тому или иному предмету. Вот в профиле любого человека, который зарегистрирован в Википедии, вот есть автора Википедии, есть такие шильдики. И вот один из таких шильдиков, которые вы можете себе присвоить, это вот такой вот. Этот участник выступает за обязательное использование буквы ЙО в русском языке. Я думаю, что этот шильдик отражает ту борьбу вокруг этой буквы, которая существует. Ну, все, хватит про букву ЙО. Давайте немножко подходить к итогу. Что я вам советую почитать из относительно больших форм. Это две большие статьи, о них я говорил уже. Первая статья «Как улучшить ленинг при помощи типографики». Обязательно ее прочтите. Вторая статья по поводу выбора шрифта для статьи и сайта. Ну, большинство советов там имеют общий характер и для нас, для учебного контента тоже актуальны. И две книжки. Одна любимая мною книжка Ростислава Чебыкина. Она 2004 года. Ну, кое-что в ней уже устарело. Ну, и сам автор уже считает эту книгу немножко устаревшей. Но зато это книжка, где наиболее подробным образом рассмотрена электронная типографика именно с точки зрения ее электронности. То есть не как это верстается, а с точки зрения электронности. И давайте я вам сейчас здесь сделаю, хотя, конечно, это непедагогично и немножко неправильно. Но я думаю, что автор был бы не против. Эта книжка не издавалась с 2004 года и стала раритетной. И в электронных ресурсах она тоже нигде не продается. Поэтому я вот сделаю вот так вот. Я включу сейчас видимость. И если вы находитесь в ресурсах, вы видите, что появился у вас еще один файл. Этот файл вы можете скачать. Это электронная версия этой книжки. Я думаю, что автор меня простит. Нас тут не так много. Если мы хотим хорошо верстать, нам эту книжку просто необходимо прочитать. Вот. И вторая книжка. Ее в бесплатном доступе нигде нет. Последний раз она выходила в издательстве Артемия Лебедева. Стоит она там около 1000 рублей. Но это очень толстая книжка. Зато классическая. Аркадий Мильчин, справочник издателя и автора. Вот тут не только о типографике и не только об экранной типографике, но и о бумажной тоже. Но зато это наиболее подробное описание проблем. Единственное, что сама эта книга была написана достаточно давно. Но вот есть ее последнее издание. Я надеюсь, что в ней прояснены многие вопросы касательно типографии, стандартизации типографики. Потому что, как я уже говорил, некоторые вопросы, такие связанные с короткими тиры, они до сих пор нигде не решены. Итак, с типографикой мы в основном закончили. Все эти вопросы, о которых я сказал, их, конечно, желательно знать и прямо при наборе текста соблюдать. Но есть и другой путь. Есть так называемые сервисы, так называемые типографы. Типографы это такой... Как это не получается? Должно получаться... Вы нажимаете не на название, а нажимаете на изображение иконки. Тогда все скачается. Вот. Значит, типограф это сервис в интернете. Другими словами, страничка. На которой вы можете свой неразмеченный по правилам типографики текст вставить. Нажать на кнопочку. И этот текст преобразуется со всеми правилами типографики. Правда, надо иметь в виду, что... Да, ну вот один из типографов у самого Лебедева есть на страничке. Один из самых... Сейчас мы закончим, и тогда я еще раз расскажу про ресурсы. Как это сделать. Я вижу, это вызвало интерес. Итак. Типограф это специальная программка, которая находится где-то в интернете. И позволяет ваш текст преобразовать в правильный вид. Потом вы просто копипейстом оттуда этот текст берете и вставляете куда надо. Ну, в хороших редакторах, в таких компоновщиках, как Tilda, есть просто встроенный типограф уже в самом сервисе. То есть, что я делаю? Я формирую какую-то фразу, вставляю ее туда, а потом просто нажимаю на значок типографа, и все значки проставляются так, как они должны выглядеть. Очень удобные средства. И еще один повод, например, использовать Tilda для компоновки контента. Именно вот в этом состоит в том, что там встроенный типограф. Ну и последнее. Я в основном закончил. Грех себя не прорекламировать. Вот в феврале у меня начинается очередной электронный курс совместно с компанией RACURS. Называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Правда, в этом курсе ничего не будет про электронную типографику. Это особый разговор. Там больше будет разговор об интерактивности, мультимедийном контенте и так далее. Вы можете зайти на вот эту страничку моего курса, посмотреть его... Ой, прошу прощения, не туда попал. Посмотреть его программу. Там подробнейшим образом эта программа приведена. Курс запускается в третий раз уже в прошлом году. Совершенно замечательно он прошел. Было большое количество у меня студентов. И были хорошие отзывы о нем. Вот примерно из чего состоит этот курс. Традиционно 72 академических часа, 15 тем, 10 вебинаров двухчасовых. Большое количество примеров. Ну, а программу вы можете посмотреть по вот той ссылке. Да, вот Людмила Михайловна на моем курсе была. Замечательно, что здесь присутствуют люди. Некоторое количество людей, которые раньше было на моих курсах. Я всех их рад видеть на своих вебинарах. Ну, очень уж сильно не буду рекламировать себя. Подходит к концу наш сегодняшний вебинар. Опять я не уложился в час, потому что тема для меня чрезвычайно интересная. Можно было еще много по этому поводу говорить. Как вместо буквы Х, давайте, да, отвечу на то, что увидел. Сейчас самое время задать вопросы, если они есть. Как вместо буквы Х поставить крест? Значит, либо используйте типограф. Например, типограф Тильда понимает этот момент. Например, когда размеры изображения картины, он и там стоит буква Х вместо крестика. Он это прекрасно понимает. Еще можно просто перейти в Варде в вставку символов и выбрать символов среди спецсимволов, которые предлагает Ворд. Вот там есть и крестик тоже. Его можно вставить и руками тоже. Но я предпочитаю, так как я работаю в Тильде, я предпочитаю сразу использовать это. Так, теперь еще для тех, кто не смог скачать материалы, да, еще раз повторюсь. Значит, во-первых, окошечко ресурсы включается. Вот здесь вот есть кнопочка. Кто-то зашел позже. Вот есть кнопочка в виде открывающейся и закрывающейся папки желтой. Вот когда вы на нее нажимаете, открывается, закрывается окошко ресурса. Для скачки надо нажать не на название файла, а на изображение иконочки. В данном случае это изображение дискетки. Тогда пойдет скачка. Если у кого-то все это не работает, ну, просто напишите мне по почте, я вам помогу. Так, вот теперь я посмотрю, что Юрий Николаевич ответил по поводу сертификатов. Так, давайте, давайте так. Пока те из вас, которые хотят получить сертификаты, напишите мне лично в почту, и я перешлю эту информацию тому человеку. Ну, электронный сертификат будет. Я перешлю эту информацию Юрию Николаевичу Белоножкину, который этим занимается, и мы этот вопрос решим. Коллеги, ну вот, это все. Если вам было интересно на этом вебинаре, давайте я вам дам ссылочку на продолжение вебинара, которое состоится 27 числа. Там будут рассмотрены вопросы, которые в начале я приводил. Вот, можете прямо сейчас зарегистрироваться на этот вебинар, и мы примерно через две недели с вами встретимся и поговорим дальше о вопросах текста как медиа. Так, я вижу, что, видимо, кто-то промахнулся и нажал «поднять руку» вместо той кнопочки с папочкой. Коллеги, давайте мы не будем сейчас поднять руку, это значит дать микрофон. Давайте не будем мы через микрофон общаться, потому что, как правило, это мучительно, потому что где-то не настроено, что-то не слышно и так далее. В чате. Я готов остаться в чате еще некоторое время и поотвечать на ваши вопросы. А, подождите, давайте я посмотрю, может быть, какой-то вопрос я просмотрел. Так, по поводу этого. Так, Альбина Геннадьев говорит, что клик по иконке ничего не дал. Напишите мне в личку, не в личку, а на мой адрес, и мы решим этот вопрос. Возможно, что-то с браузером. Так, не появилась ссылка на книгу, но надеюсь, что уже появилась. Не сразу, наверное, она возникла. Ага.